добрый день сегодня 28 августа мы получили первые сертификаты результаты анализов пшеницы на два сорта на элиты оранта и октау вот имеется такой сертификат качества и протокол использую протокол испытаний с каждому сертификату идет свой протокол я протокол сразу переверну чтобы было удобнее читать и там покажу кто захочет сделать себе скрин экрана как бы более подробно изучить у таранта двадцатый год урожайность 96 схожесть энергия 95 чистота 99 схожесть 96 энергия 95 масса 1042 и 8 сашковых этих чего ничего там нету нормальных проростков нет сорняка вот разных ясюк детька куколь кручу всякая гадость все по нолям ну и так вот в принципе на каждый сертификат я еще отдельно сделаю фотографии вставлю там кто захочет себе посмотреть здесь тоже самое здесь чистота 100 вообще схожесть 96 энергия 94 масса тысячи сорок три восемь тоже вот видно что бурина примеси никаких нет и так у нас пять партий сейчас поделаю фотографию вложу в видео и потом покажу еще октаву вот это уже пошла у нас октава одесская тоже двадцатый год схожесть 97 сейчас тоже попереворачиваю протоколе испытаний чтобы было видно там частота 99 и 9 схожесть 97 энергия 96 масса 1044 вот отсутствие бурьянов так посмотрите в каждом протоколе ни в одном протоколе примеси бурьяна никакого не было обнаружено чтобы вы понимали это берется то есть подготавливается партия зерна делится по 30 тонн каждые 30 тонн делается отдельный забор образцов я тоже этого не знал пока не столкнулся в позапрошлом году первый раз ну как бы сама процедура такая они делят по 30 тонн партии берут и на каждые 30 тонн выдают сертификат каждый сертификат имеет свой номер и выписывая этикетки которые на биг бэгах там указано согласно к ну то есть какая партия и с какой партии было это взят на всех этикетках также можете себе проследить при необходимости тут 96 95 у нас 99 частота идею здесь еще один сертификат 96 95 частота 100 в общем все в принципе более-менее в общем все еще раз снимать особо нечего на полях ничего не происходит сухо жарко 32 34 это по прохладнело после 39 поэтому самое большое событие за эти дни которое произошло ну кроме подготовки самих семян вот получили первый сертификат уже больше двух недель у нас даже три недели на прошло как мы сдали все первые пробы но так долго как бы это все делается все кто приобрел уже семена октавы и оранты все получат данные сертификаты но копии естественно конечно с нашими мокрыми печатями документы там принципе я уже не помню порядок действий но если вы зайдете я не знаю как у нас сейчас называется сельхоз министерство сельского хозяйства есть она у нас или нет но прошлом году точно вроде как на этот год перенесли компенсации за семена для фермерских хозяйствам по-моему до 80 тысяч было ограничений поэтому с помощью наших документов плюс эти сертификаты все что мы выдаем вы можете податься на получение этой компенсации но если дадут я не знаю вот что еще будут сдали на уже мудрость сдали дали ниву гарантию и сдали уже девятый вал то есть по мере поступления этих сертификатов я их тоже опубликую чтобы было видно я продажи идут очереди действительно как бы нет но я думаю что мы потихонечку все продадим все сидят засаде ждут дождей любом случае не знаю я посмотрю на то хозяйство которое даже если не будет дождя 20 сентября не будет сеять я думаю что сеется будут все и опять же с возникает вопрос стоимости семян вы понимаете я ящик это мое личное мнение конечно вы можете каждый имеет свое если включить голову отбросить эмоции просто включить арифметику то может быть стоит посеять 100 килограмм я не говорю в 60 килограмм до полтора миллиона я не говорю там 2 миллиона 80 85 килограмм я говорю за два с половиной миллиона это нормальная норма высева для юга а юг у нас уже по моему поднялся судя по последним видео в ютюбе по уборке подсолнечника и кукурузы рубящими катками да и молча рывателям это юг у нас по поднялся уже до черкасской полтавской области поэтому я считаю что до 100 миллиона это вполне приемлемая норма высева и я так думаю что посеять 100 килограмм хороших подготовленных семян качества вы как бы видели это наверно будет дешевле чем посеять 200 килограмм своих запасом в подгон в догонку как там она называется там не помню на полевую схожесть на тракториста на комбайнера на агронома на всех я думаю как бы даже по цене 6000 гривен за тонну пшеницы это все но будет 1200 рублей до 200 килограмм своих семян на которых все равно потратите электроэнергию человеческий ресурс технику амортизации ну в любом случае это с подкомбайна никто не сыпется но какую-то до очистку делать это тоже затраты и они тоже их надо считать почему-то принято считать то что сделал своими руками в деньги не считается но это неправильно вы можете просто взять свои руки поработать на стороне получите за это деньги так не может быть не никакой труд не бывает бесплатным просто стоит он все по-разному знаете как это люди которые держат коров там считаешь корова ничего ей не стоит зерно получил на па это же бесплатно корову покормил сам подоил сам навоз вынес то есть в принципе все что она дала молоко это все чистый заработок и объяснить человеку это сложно то же самое происходит и семенами а если человек заболел и корову надо кого-то попросить подать денег заплатить надо навоз вывести это тоже стоит денег ну и вдруг у тебя нет пая есть корову то зерно надо купить и оказывается что молоко уже не бесплатно то же самое происходит с семенами ну и с результатом по урожайности в поле ни у кого не уговариваю хотя конечно есть интерес у меня это все продать потому что произведена титаническая работа реально я уже так замахался уже даже не знаю радоваться мне или нет то что у меня есть это семенная линия как бы вообще занимаюсь семенами работы очень много и ответственность большая найти как бы хочется везде поприсутствовать чтобы но не напортачить чтобы все люди которые приобретут семена не купили очень много людей которые были позапрошлом году брали в прошлом году вернулись в этом году и хочется чтобы каждый год они приходили чтобы никто не остался разочарованы что все были довольны теми семенами тем качеством семян и тем урожаем которые они после этих семян получат скажу вам больше есть даже много достаточно фермеров небольших 50 гектаров 100 200 гектар 400 которые продали все свое зерно да и покупают семена тоже ведь мы сравнивали на разницу между теми семенами что подготавливали сами и теми что купили и разница но в урожайности есть поэтому решили что будем приобретать попробуйте сравните сами у себя я могу рассказывать все что угодно вы можете все попробовать сами и узнать правду такую какая она есть всем удачи всем здоровья берегите себя и своих близких